МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Безбожная в вокзальную. Депутаты Реазгордумы приняли изменения в облике города. Подарок к Рамадану в исправительной колонии номер 2 открыли местный вариант мечети. На каникулы в цирк артисты программы «Вместе целая страна» провели открытую репетицию для школьников. Депутаты Рязанской городской думы сегодня приняли решение переименовать 1-ю и 2-ю улицу Безбожная в 1-й и 2-й вокзальный проезд. С предложением по изменению названия выступила топонемическая комиссия города Рязани, председатель которой Николай Булычев заявил, что жители улиц спокойно отнеслись к смене табличек, поскольку главным для них является снос старых домов. Кроме этого, народные избранники утвердили установление двух новых мемориальных досок в честь рязанских героев спецоперации на Украине. На здании школы номер 39 увековечат память начальника штаба сводного батальона старшего лейтенанта вооруженных сил России Дениса Сорокина, посмертно награжденного Орденом Мужества. А на здании школы номер 55 появится доска со следующим текстом. В этой школе учился гвардии лейтенант вооруженных сил России Александр Александрович Савелов. Героический погиб в ходе специальной военной операции на Украине, указом президента России награжден Орденом Мужества. Посмертно. Рязанская область получит полтора миллиарда рублей на строительство соцобъектов. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Павел Молков. По его словам, средства пойдут на строительство четырех детских садов в Кальном, Семчино, Дядьково и в Рыбном. Школы на 1100 мест в Рязанском микрорайоне ЖК Олимпийский, а также на реконструкцию тоннельной части западного городского коллектора в Рязани. Деньги получены за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023 год. Решение приняла комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований. «Благодарю за поддержку председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Михайловича Макарова», написал Павел Молков. При проведении очередной проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних прокуроры обнаружили серьезные нарушения. На этот раз в Петелинском районе при распоряжении родителями средствами материнского капитала. Установлено, что в разное время три жительницы Петелинского района обратились в отделение Пенсионного фонда с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам, взятым ранее для покупки жилья. При этом, заявительницы взяли на себя обязательства по оформлению приобретаемой недвижимой имущества в общую долевую собственность своих детей в течение шести месяцев в менте снятия обремене из жилых помещений. Однако, родители несовершеннолетних, нарушение норм действующего жилищного законодательства, приобретенное жилье в общую долевую собственность своих детей не зарегистрировали. В связи с выявленными нарушениями 28 февраля текущего года прокуратурой района в интересах несовершеннолетних в Сасовский районный суд направлено три исковых заявления с требованием признать за детьми заявительниц право общей долевой собственности на жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения. В исправительной колонии строгого режима номер два открыли сразу несколько молельных комнат для осужденных, исповедующих ислам. Мероприятие специально приурочили к началу священного праздника мусульман – рамадану. Аллаху, прими это наше благословенное и благое деяние. Аллаху, сделай так, чтобы оно пошло на пользу. Теперь такие небольшие молельные комнаты появились в каждом отряде исправительной колонии номер два. А начиналось все с одной небольшой комнаты. Это было неудобно, признает имам. И вот в первый день священного рамадана у всех мусульман в колонии, можно сказать, двойной праздник. Встречи и проповеди, и просто разговоры, может быть, даже на индивидуальные встречи, это очень важно для человека. Ведь за порою в мечети, в церкви, в другие культовые здания люди приходят как бы в последнюю очередь. Когда у них уже такая ситуация, когда никто не может ни помочь, ни разрешить, ни дать какого-то совета. Поэтому здесь, когда человек может получить совет, что ему делать, как сделать, помогает ему именно переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свои действия, свои поступки. На открытии молельной комнаты присутствовал и управляющий делами начальник отдела по работе с военнослужащими, осужденными и мигрантами Духовного управления мусульман Рязанской области Абдусалом Рахимович Хакимов. Он пожелал верующим сделать правильный выбор и встать на путь исправления. Года три назад мы этот вопрос поднимали и смотрели. У него очень хорошая информация, поэтому у него сохранился, что у нас те, кто здесь находился, мы проводим работу, никто пока не возвращался. Вот это, думаю, результат хороший. Сейчас в исправительных учреждениях региона содержится больше 260 осужденных, исповедующих ислам, а количество осужденных, посещающих религиозные общины на постоянной основе с каждым годом растет. На таких занятиях они изучают основные положения священных книг, смотрят видеофильмы на религиозные темы, ведут радиотрансляции проповедей, рассказов о духовной жизни проводят службы. В храмах, молитвенных комнатах, библиотеках для осужденных обустроили места для чтения и хранения духовной литературы. Открытую репетицию для школьников сегодня провели артисты Рязанского цирка. Тренировка стала тематической. Номера были в основном акробатические, но без участия животных, конечно же, не обошлось. На манеже эквилибристы Саралаевы. Это семейная династия. Их трюки во многом уникальны. Даже сплав перши, то есть шестов, который используют в номере, придумал руководитель группы. Саралаевы – неоднократные золотые призеры различных цирковых фестивалей, двукратные рекордсмены Книги рекордов России. Это открытая репетиция Рязанского цирка. Такая идея пришла к артистам уже давно. В российских цирках сегодня все чаще хотят показать жизнь актеров изнутри. Их индивидуальные репетиции, подготовку – здесь видны все недочеты и волнения. Темой сегодняшнего представления стала акробатика. Поэтому на манеже преимущественно гимнастические номера. После каждого номера зрители смогли задать свои вопросы. Самым частым, конечно же, стал вопрос о страхе. Не боитесь ли, мол, вот так взмывать под купол цирка? Артисты шутливо отвечали, что нет, для этого они много тренируются. Переживают, скорее, за товарищей. Конечно, я переживаю на каждом представлении, даже на репетиции, за всех тех людей, которые находятся в моем подчинении, в мой номере. Но, как сказать, если я буду показывать свои волнения, то у нас никогда не получится такое слаженное работать. Я должен себя всегда держать в руках, понимаете? Потому что я надежда оторвала этого номера. Они всегда смотрят на меня. Даже если они участвуют в трюке, краем глаза они смотрят мое отобрение. Правильно ли он сделал или неправильно? Как сказать? Я их не тыл, грубо говоря. И пусть темой открытой репетиции стала акробатика, на радость ребятам показали и несколько номеров с животными. Тут и медведи, и собаки, и лошади. Сегодня здесь, конечно, не было ни костюмов, ни музыки, а номера шли с недочетами. Все-таки тренировка. Но публика встречала актеров овациями. Суперская огонь, прям детям все понравилось, все довольны. Да, очень понравилось представление. Все было здорово посмотреть, как это с изнанкино происходит репетиция. Очень понравилось. Мне очень все понравилось. Мне понравились лошадки, мне понравились особенно собачки, интервью, все такое. Мне тоже очень понравились собачки и акробаты, очень так серьезно. Сегодня на открытую репетицию пришли семьи участников СВО. В организации такой встречи помогла администрация города. Благодаря ей все это и стало возможным. Когда я спросила, ну вам понравилось? И как весь зал сказал, конечно, да. Ну, я думаю, что мы будем это общение и дальше продолжать. Но мы очень много проводим всяких мероприятий. И детям села мы даже организовывали, выезжали. Рассказ про церковые профессии, истории о манеже и так далее все это рассказывают на открытых репетициях, посетить которые может каждый. Каждый год 23 марта под эгидой ООН по инициативе Всемирной метеорологической организации проводится Всемирный день метеорологии или Всемирный метеорологический день. Сам праздник отмечается с 1961 года, а девизом дня стали слова «погода, климат и вода» в информационную эру. Богатая история гидрометеорологической службы России началась в апреле 1834 года. Согласно высочайшему соизволению, имевшему силу закона и подписанному императором Николаем I в Санкт-Петербурге учредили магнитно-метеорологическую обсерваторию. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения. За почти два столетия методы претерпели изменения. Теперь такие станции есть в каждом регионе и работа на них ведется круглосуточно. У нас по плану есть восемь метеорологических сроков. Каждые три часа метеоролог выходит на площадку и проходит по всем приборам, смотрит, как измеряется температура, направление ветра, скорость, какие есть явления, какая облачность. И все вот это нужно делать постоянно. Мы пока с вами стояли, ждали эфира. Я заметил, что пошел снег в 9 часов 38 минут. Я запомнил это время, потому что мне потом нужно будет вернуться на станцию и это записать в книжку. Это очень важно, вплоть до минуты, когда он начинается, какая у него интенсивность, когда закончится, естественно. Привычные для каждого из нас данные – влажность, воздух, давление, температура и количество осадков, выпавших в сутки – результат непрерывной работы этих людей. В Революционной области работает порядка 115 сотрудников. У нас 9 метеорологических станций с персоналом. Еще 3 метеорологических станции автоматических. Есть 3 метеопоста и 17 гидрологических постов. Все эти подразделения разбросаны по области, более-менее географически распределены равномерно. Плотность метеонаблюдения у нас в Рязанской области очень хорошая. Удовлетворяет самым лучшим, самым строгим требованиям Всемирной метеорологической организации. Здесь же расположен гелиограф – прибор, который помогает выяснить, сколько часов в день сияло солнце. Стеклянный шар заменяет собой лупу. Когда мы с вами лупы на солнышко выжигаем, на дощечке или на чем-нибудь, здесь то же самое. Солнце, где бы оно ни находилось, оно попадает в этот стеклянный шар, и от шара лезет такая вот ленточка, и на этой ленточке появляется прожиг. И вот эти вот, потом длину вот этих всех прожигов мы считаем и получаем общее количество часов. Определить влажность воздуха, как это неудивительно, помогают женские волосы. Натянут. Ну, обезжиренный женский волос. Принцип действия тот же, что когда мы с вами находимся или после воды вышли, сухость воздуха, волосы, они то скручиваются, то распрямляются. Тут то же самое. Соответственно, вот он распрямился, у него влажность большая. Сейчас начнет немножко скручиваться и будет тянуться за собой вот эту вот стрелочку, и стрелка будет уменьшать вот эту вот влажность. Таких станций в регионе несколько, и все они постоянно, непрерывно собирают данные о погоде вокруг. Метеорологическая служба во все времена служила для людей и для народного хозяйства. И ставила своей целью обеспечить народное хозяйство метеорологической информацией, прогнозной, климатической, для каких-то, для тех отраслей, которые в этом нуждаются. А особенно погодозависимыми отраслями являются авиация, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс. В современном мире, пожалуй, никто из нас не обходится без того, чтобы ознакомиться с прогнозом погоды. Его составляют синоптики, а основывают свои прогнозы на многолетних, непрерывных наблюдениях метеорологов, которые неустанно следят за погодой вне зависимости от праздников и выходных. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. В клинике семейной на базе стационара работает Центр акушерства и гинекологии. Комплексный подход к здоровью женщины, проведение малоинвазивных гинекологических операций любой сложности, безопасная анестезия, быстрая реабилитация и комфортное пребывание. Редактор субтитров А.Семкин